здравствуйте александр добрый день александр добрый день уважаемые зрители александр нашим зрителям очень часто очень часто волнует вопрос а условно наш есть лаборатория в лаборатории идет очень много работ фактически мы и сюжеты показываем то есть работа лаборатория не простаивает и вот возникает у некоторых зрителей вопрос а зачем же она нужна честно говоря вопрос настолько лежит на поверхности для меня настолько очевиден что где-то здесь скрыть подвох на мой взгляд ну как если компания занимается разработкой занимается инновациями находится на переднем крае до фронте работ в данной области то по моему это необходимость это не наша прихоть это просто необходимость нам нужны эксперименты которые бы мы у нас есть свои теории свои идеи мы их должны проверить да и для этого нам нужна испытательная лаборатория для исследования то есть фактически в рамках задач по созданию и проектированию новых двигателей асинхронных технологии славянка нам необходимо проводить постоянно какие-то тесты исследования это нужно для самой разработки либо может быть для сверки каких-то получаемых результатов может быть есть аспект который затрагивает документальную часть понимаете видов испытания достаточно много важно что у нас есть технологическая возможность техническая возможность их проводить часть испытаний они направлены как раз на исследование то есть это ну из самого названия вида испытаний понятно что мы что-то изучаем какие-то процессы какие-то характеристики нас интересует бывает вид исследовательских испытаний как доводочные испытания это когда у нас есть какие-то параметры мы хотим их улучшить мы начинаем тогда экспериментировать вот Есть образец, мы начинаем его дорабатывать, вносить изменения в конструкцию и испытываем, смотрим, что получается. И раз за разом, проводя такие итерации, мы доводим до нужного нам результата. Это доводочные испытания. Также у нас есть как вид испытаний, это сравнительные испытания. Ну, например, есть два двигателя асинхронных, один заводское исполнение, то есть у него штатные обмотки, второй мы перематываем по технологии славянка, по своей технологии. И мы испытываем на одном и том же оборудовании, в тех же климатических условиях. И по результатам анализируем, смотрим, где мы превосходим штатный образец, где проигрываем. Анализируем, и таким образом у нас появляется результат, мы двигаемся дальше. Ну, то есть, всё-таки лаборатория в контексте проекта «Соболмаш» – это, скажем, больше научно-исследовательская тема, или это практические применения для, скажем так, успешной коммерциализации проекта? То есть, будет ли лаборатория участвовать в зарабатывании денег проектом? Нужна ли она для этого? А как без неё можно заработать? Мы без проведения испытаний, без получения экспериментов, ну, можно какие-то процессы моделировать. Да, у нас есть программное обеспечение, могучий программный продукт «Ансис», да, проходит моделирование. Ну, понимаете, я, конечно, не специалист по моделированию, но всё-таки модели – это какие-то, ну, идеальные, да, и они отличаются от параметров, которые мы получаем при испытаниях. Конечно, можно путём различных моделирований приводить модель максимально близко к испытуемому объекту, но для этого нужно взять объект, снять с него характеристики, то есть испытать. Опять нужна испытательная лаборатория. То есть без неё мы дальше не двинемся. Плюс следующий вопрос. Ну, предположим, даже нет у нас лаборатории, и мы говорим, что вот мы разработали вот такую технологию, да, она намного лучше, у нас КПД лучше, у нас много чего лучше. Заказчики говорят, что покажи. Как показать? Без лаборатории. То есть фактически получается, что лаборатория, она необходима именно в коммерческой деятельности, и, насколько я понимаю, если мы говорим о моделировании компьютерном, то здесь мы можем создать 3D-модель, но среду, в которой она будет работать, наверное, в плане моделирования довольно сложно будет подобрать и учесть. Либо это тоже всё же учитывается, и в лаборатории мы уже проводим какие-то финальные испытания. Ну, на этот вопрос я бы предложил бы задать именно разработчикам, которые занимаются моделированием, и, я думаю, детально расскажут, потому что моя область знаний, я, конечно, основные процессы знаю, но я не считаю себя в этом крупным специалистом, поэтому тут мне сложно что-то прокомментировать. Хорошо, тогда я думаю, было бы интересно узнать, какие задачи перед собой ставит лаборатория и с чем сейчас проводятся работы, то есть с чем мы сталкиваемся. Ну, давайте так, основная цель нашей лаборатории – это проведение испытаний двигателей. Поэтому основная цель – мы должны быть готовы в любой момент, как только поступит нам задача, провести необходимые испытания. Для этого мы должны в работоспособном состоянии содержать оборудование, заботиться о том, чтобы у нас постоянно, своевременно пополнялись расходные материалы, заботиться о том, чтобы оборудование было поверено, аттестовано, то есть все вот эти процедуры прошли, с тем, чтобы оборудование не простаивало. Мы должны обеспечить работоспособность, проверку работоспособности оборудования, кроме поверки. Да, мы должны понимать, что вот в данный момент данный прибор, он рабочий. Это, с одной стороны, простая задача, с другой стороны, и не очень простая, потому что оборудование достаточно точное, и тут есть свои тонкости. Ну, об этом я бы сейчас не хотел говорить. Да. То есть, интересно, тема поверки, аттестации, вот, то есть, я так понимаю, это обширные довольно темы, и простому обывателю они не ясны. То есть, вот, может быть, нам стоит поговорить об этом отдельно и раскрыть их? Вы хотите сейчас? Или мы можем отдельную какие-то нарезку вопросов? Здесь, в принципе, все зависит от количества материала. Если правильнее будет сделать отдельный сюжет, подробный, исчерпающий, наверное, лучше сделать его. Ну, смотрите, я могу вот в двух словах сказать, может быть, какое-то понимание уже даст. Что такое поверка? Это ряд операций, которые проводятся с целью подтверждения соответствия параметров средств измерения метрологическим требованиям. Ну, простым языком нужно проверить точность измерений и диапазон измерений. Самостоятельно мы не можем сделать. То есть, процедуру поверки может проводить только организация, аккредитованная на право проведения поверки. Поэтому, как только подходит время, заканчивается предыдущая поверка, нам надо делать периодическую поверку, мы прибор везем в стороннюю организацию, где они осуществляют поверку по методикам, которые утверждены при утверждении данного средства измерения. Ну, то есть, простым языком, выполняется проверка на работоспособность техники. То есть, скажем так, если она вышла из строя и показывает неправильные результаты, то поверку она не проходит. И, следовательно, так как поверка, пройденные результаты подтверждены, то можно сделать вывод, те результаты, которые получены в лаборатории СОВАЛМАШ, они также соответствуют реальности. И да, и нет. Почему? Потому что прибор может быть работоспособен, но измерительный канал уйдет. То есть, у него точность ухудшилась. Сам прибор работает. Он меряет. Светодиоды горят, он включается, он что-то меряет. Но сам измерительный канал, он вышел за описанные в эксплуатационной документации границы. Да, то есть, он, получается, выскочил. Вроде бы он исправен, но тем не менее. То есть, метрологическим требованиям он не соответствует. И процедура поверки – это, в первую очередь, как раз проверка метрологических требований, то есть, метрологии. Это точность, это диапазон измерений. Это что касается поверки. И поверка, соответственно, эта операция проводится только над средствами измерения. А вот что касается испытательного оборудования, то там существует другая процедура, идет аттестация, так называемая. Аттестация проводится уже над испытательным оборудованием. И основная цель – это подтверждение технических характеристик, которые указаны в документации на данное оборудование, и готовность данного оборудования к эксплуатации. В состав испытательного оборудования могут входить средства измерения. Вот в нашем стенде так реализовано, то есть, кроме испытательного оборудования, там есть и измерительное оборудование. Но это ничему не противоречит. Сама процедура аттестации, она проводится первичной, первый раз, совместно с аккредитованной на это организацией. То есть, мы со сторонней организацией заключили договор, мы разрабатывали программу-методику, в которой будет проводиться аттестация. Сторонняя организация проводила метрологическую экспертизу данных документов, и потом совместно с нами проводила аттестацию. Это было год назад, в августе 2019 года. В этом году прошел год, и... Я извиняюсь. Ничего страшного. Рабочие моменты. И в этом году, так как уже у нас утвержденные документы, программа и методика, так как первичная аттестация прошла успешно, мы своими силами провели периодическую аттестацию. То есть, теперь наше оборудование, наш стенд еще год подтвердили, что в следующий год он работоспособен, и мы можем работать. Ну, то есть, фактически, это одна из задач лаборатории, это поддержание ее в работоспособном состоянии, потому что, насколько я понимаю, закупить оборудование и просто его использовать, не выходя из лаборатории, не получится. Да. Ну, имеется в виду, чтобы документальную базу иметь, выпускаемую, правильную. Да. А то, что касается каких-то рабочих задач, то есть, может быть, какие-то испытания проводятся? Ну, испытания у нас проводятся постоянно. Более подробно я бы не хотел сейчас в прямом эфире озвучивать. Мне кажется, лучше это сделать Дмитрий Александрович, Дуйнов, потому что, ну, есть вопросы, которые лучше... Скажем так, коммерческая тайна. Ну, можно и так сказать. Я понял. Тоже интересный вопрос, который неоднократно мне задавали. На сегодняшний день мы расположены на арендованных площадях, но впереди нам предстоит заезжать в здание будущего по КТБ. И на сегодняшний день лаборатория испытательная уже существует, уже работает, но также она будет сформирована и на новых площадях. Вот есть ли какая-то принципиальная разница между теми задачами, которые выполняются сейчас и которые будут выполняться уже на территории по КТБ? Ну, задачи будут одни и те же. То есть, это проведение испытаний. Но возможности наши значительно расширятся. Во-первых, потому что кроме того оборудования, которое сейчас у нас уже имеется и расположено на наших съемных площадях, мы перевезем его и установим, ведем в эксплуатацию в новых помещениях. Но, к всему прочему, уйдут ряд ограничений. Это подводимая мощность. Сейчас мы ограничены. Площадь помещения. То есть сейчас, в принципе, если нам потребуется еще один нагрузочный стенд, то куда его поставить уже некуда, к сожалению. Плюс мы можем расширить штат. Плюс мы сможем одновременно испытывать несколько объектов контроля. То есть сейчас мы ограничены. И хотя имеем несколько нагрузочных машин, но одновременно можем проводить только одно испытание. На новых площадях одновременно сможем несколько проводить. Ну, плюс уровень комфорта, плюс дополнительное оборудование, которое мы закупим. Какое оборудование? Ну, я бы тоже не хотел сейчас на эту тему говорить. Есть уже наметки, но во многом будет зависеть еще и от тех задач, которые будут ставиться. А касательно штата, сотрудники, насколько я понимаю, сотрудники лаборатории, количество будет увеличиваться? Ну, я вижу необходимость увеличения. Как она, насколько она будет увеличиться, ну, зависит в первую очередь от финансового положения. То есть будет возможность, да, я переговорю с руководством и буду тогда увеличиваться. Не будет возможность, но будем теми силами, которыми есть. Ну, в принципе, просто появится возможность размещения, комфортного размещения специалистов и испытательного оборудования. Тоже интересный вопрос. Ведь после создания и ввода в эксплуатацию проектно-конструкторского технологического бюро, лаборатория также будет введена в эксплуатацию. И, насколько я понимаю, мы сможем уже приступить к выполнению первых заказов. Вот для того, чтобы приступить к выполнению первых заказов, необходима ли дополнительная подготовка после ввода в эксплуатацию самого центра? Или лаборатория сразу сможет выходить на определенные мощности? Вопрос такой, а что понимается под первыми заказами? Ну, скажем так, есть потенциальный заказчик, который заказал разработку того или иного двигателя с определенными техническими заданиями. Вот, соответственно, для того, чтобы приступить к выполнению этого заказа, насколько я понимаю, лаборатория также будет задействована в этом процессе. И необходимо ли время на подготовку специалистов или мощностей? Либо, в принципе, мы уже имеем возможность в случае налаживания всего процесса, потому что, я так понимаю, в работе над подобным заказом работает не только лаборатория, но и другие подразделения. Готова ли лаборатория уже сразу приступать? Или бы необходима подготовка? Ну, начнем с того, что лаборатория и сейчас готова к заказам, и какие-то заказы уже ведутся. Соответственно, когда мы будем переезжать, конечно, какое-то время, какая-то дельта, оборудование будет неработоспособно. Ну, это понятные причины, лежат на поверхности. Нам надо размонтировать здесь оборудование, обеспечить транспортировку, потом установить там, потом скоммутировать, все собрать и провести вот в эксплуатацию. Вести, сделать для испытательного оборудования, для стенда однозначно нужно будет провести повторную аттестацию. Почему? Потому что и она будет чуть расширена, то есть нам обязательно нужно будет проверить и в соответствии обязательным требованиям подводимого тока напряжения, то есть вот электричество, обязательно проверить безопасность заземления. После этого дела, как мы введем в эксплуатацию, нам ничто не мешает выполнять заказы. Но это что касается только оборудования. Ведь кроме оборудования у нас есть много других задач. Это и обеспечение нормативно-технической документации. Ну, например, есть ГОСТы, которыми мы пользуемся, они являются обязательными документами. Периодически нам необходимо их просматривать на предмет внесения изменений, каких-то поправок. Мы должны быть всегда, пользоваться актуальными ГОСТами. Есть нормативные документы внутренние, которые сами мы разрабатываем, например, методики испытаний. В зависимости от объекта контроля, они могут меняться. Мы непрерывно в этом совершенствуемся. Работы ведутся в автоматизации, для... Большей автоматизации, да, для улучшения точности. То вот эти работы, они постоянно ведутся. Плюс задача моего подразделения — это оформление результатов, то есть это протоколирование, правильное их оформление, архивирование, то есть мы ведем архив. То есть вот все вот это... Вся документация, весь документооборот, он должен быть налажен, он должен вестись. Плюс сотрудники должны повышать свою квалификацию. Да, то есть это неотъемлемая часть любой испытательной лаборатории. Кстати, существует ГОСТ, он недавно обновился, 19-го года, ГОСТ ИСА-17-025. Это общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям. При проведении аккредитации лаборатории мы должны будем соответствовать всем его требованиям. Ну, даже в настоящее время сейчас, я считаю, что мы в большей части соответствуем. Есть какие-то с нашей стороны некие допущения по введению документа оборота, но она сделана вынужденная. Во-первых, не хватает штата. Во-вторых, ну, с тем, чтобы ускорить получение результата, там очень много бумажной работы. Но, в принципе, мы соответствуем уже сейчас, и эти работы постоянно ведутся, и при нашем переезде, в общем-то, вся та наработанная база, которая у нас сейчас уже сложилась и которая будет в течение времени необходимого для строительства нового здания, наработана, все переедет вместе с нами. Ну, то есть можно ли сказать, сделать такой вывод, благодаря созданию лаборатории на арендуемых площадях мы ускорим процесс начала работы непосредственно над разработками, потому что на сегодняшний день уже есть либо наработки, либо полностью разработаны методологии работы с оборудованием, с проведением испытаний. То есть этот же труд необходимо было выполнить, обучить сотрудников. Совершенно верно, конечно. Да, эти работы уже проводятся, будут проводиться, и это, да, действительно так оно все и есть. Плюс я совершенно пока не отметил, у нас достаточно много оснастки технологической, которые необходимы для закрепления того же, тех же объектов контроля, для проведения испытаний. Она тоже создается нами, то есть разрабатывается, потом изготавливается, потом примеряется, проверяется. Так что это дополнительно работы, которые сейчас ведутся. Это тоже время, это силы, это опыт. Все, все, все идет штатно. То есть фактически в лаборатории проводится огромное количество работы, и насколько я понимаю, не все из них видны, потому что, скажем так, показать испытания двигателя, ну, зачастую, насколько я понимаю, это не очень зрелищно. Понимаю я это почему? Потому что постоянно с этим сталкиваюсь и вижу своими глазами, и не только своими, но и вашими. Но документальная работа, которая остается за кадром, она, мне кажется, порой даже выше и больше по сложности, по времени, нежели чем... Хочу прокомментировать. Ну, сами испытания могут длиться несколько минут, могут длиться день, а подготовительная работа может вести месяц. Объясню. Во-первых, договорные отношения. Если мы делаем испытания на договорной основе, приходит заказчик, у него есть объект контроля, то мы заключаем договор на проведение данных работ. Прежде чем заключить договор, мы должны согласовать объем испытаний, порядок проведения испытаний. Обычно мы оформляем документ программы методики проведения испытаний. То есть это документ, в котором детально прописываем, что проверяем, как проверяем, последовательности, те значения, которые мы получаем, расчетные характеристики, какая отчетность должна быть. То есть детально прописываем в одном документе, и он обязательно должен быть утвержден заказчиком, согласован с нами. В нем же, после того, как мы этот документ подготовим и согласуем, мы уже можем понимать, какой объем испытаний. То есть испытания могут длиться несколько минут, как я уже говорил, день, может быть, несколько месяцев. Если, например, испытания на надежность, то, может быть, в круглосуточном режиме запускаем, мы спустя несколько месяцев выключаем. Ну и сами понимаете, какая будет стоимость одних испытаний, вторых испытаний. Во втором случае нам надо круглосуточно обеспечить работу оборудования, охлаждения, питания. Персонал должен работать круглые сутки, поэтому объем несоизмеримый выше, соответственно, цена выше. То есть программа и методики испытаний, заключение договора. И плюс мы должны знать все, ну, как минимум, мы зазнакомимся с эксплуатационной документацией, мы должны знать номинальные параметры объекта контроля, мы должны знать его присоединительные размеры. без вот этой информации мы не сможем подготовиться. То есть, во-первых, у нас разное оборудование, рассчитанное на разные, ну, измеряемые диапазоны, да. У нас разные приспособления. Ну, даже простая вещь, диаметр вала, какой подсоединять. Мы должны, соответственно, понимать, какой диаметр вала, и есть там шпонки, нету шпонок. Должны понимать, какой там момент, да, как будем нагружать машину с тем, чтобы подобрать тоже муфту соединительную. Потому что, ну, она может по диаметру подходить, но, извините, если она рассчитана на 100 ньютон метров, а далее 300, то сами понимаете, что там будет. Видимо, разрушение произойдет. Совершенно верно. Ну, в лучшем случае муфту разорвет, в худшем повредит вал, даже не объекта контроля, за него я меньше волнуюсь, но измерительно дорогостоящего датчика, который там цена ООО. Поэтому все вот эти вопросы мы должны перед проведением испытаний отрести. Если у нас нету оснастки необходимой для закрепления объекта контроля, мы ее должны разработать, изготовить, провести контрольную сборку, и только после этого мы будем готовы к проведению испытаний. эта работа не видна, но тем не менее она ведется. Почему? Да просто потому, что без этого никак нельзя испытывать. Вот не обманишь природу, не сделаешь этого, ну, как ты будешь испытывать? Все логично. Вот. А на выходе у нас, да, ну, и оформляют измеренные результаты в виде протокола. при необходимости нужно будет графики, нет таблицы, форма тоже согласуется с заказчиками. Протокол тоже нужно оформить, то есть обработать полученные данные, просчитать погрешности, ну, чтобы понимать, какая точность, да, и все это дело оформить в виде протокола. Вот конечный результат. Вот несколько листочков, да, и простая фраза, вот, был испытан двигатель такой-то, такой-то, и вот протокольчик. А до этого гигантский пласт работы, который не виден. Ну, и, к сожалению, ну, может, к сожалению, не к сожалению, зрелищности никакой, поэтому то, что вы можете заснять, это действительно, вот, работает двигатель, вот, может быть, там, Игорь или Яна стоят у приборов, там, работаем в автоматизированном режиме, поэтому, ну, что, зрелищности мало, то, как с бумажками потом сидим, ну, показывать, на мой взгляд, можно, конечно, но, по-моему, это не зрелищно, поэтому, ну, вот. То есть, основной результат деятельности лаборатории, я бы даже сказал, продукт, это готовая документация, которая выполнена после проведенных испытаний. Ну, это протокол, и зачастую требуется аналитика. Если, допустим, проводится сравнительное испытание, у нас появляются на выходе два протокола, протокол одного объекта контроля, второго, а потом мы анализируем, и уже по результатам говорим, то есть проводим сравнительный анализ и говорим, то есть вот здесь лучше этот двигатель, вот здесь хуже, и так далее, и так далее. То есть делаем какие-то выводы и передаем заказчику. Ну, если мы работу выполняем для заказчика, если, соответственно, мы делаем для себя, то, конечно же, и упрощение. Договор не надо делать, характеристики мы знаем на объект контроля, можем заранее подготовиться, и тут все значительно ускоряется. Довольно исчерпывающий ответ. Лично я для себя сделал несколько пометок того, о чем не знал. Хотя общаемся мы довольно часто в ходе решения рабочих задач. Надеюсь, что так оно и есть. Александр, я думаю, что у наших зрителей не всегда есть понимание о том, какую документацию необходимо сформировать и получить в ходе разработки нового двигателя. Вот я думаю, что это довольно большой пласт работы, материала, в том числе и теоретического материала, и нам бы хотелось, скажем так, раскрыть эту тему поподробнее, так, чтобы неподготовленный, а порой даже и подготовленный человек смог тоже узнать для себя что-то новое. И у меня есть такая информация, я не знаю, корректна она или нет, если что, поправьте. Не всегда заказчик разработки двигателя сам до конца понимает, во что он увязывается и какую работу предстоит выполнить непосредственно ему. Потому что, насколько я понимаю, позвонить, слово Маше сказать, мне, пожалуйста, вот двигатель такой, не получится. Именно, позвонить, конечно, можно, получится. Есть телефоны. Вопрос, какой результат на выходе будет? Ну, действительно, тема объемная, она достаточно тяжелая, на мой взгляд, и я бы предложил сделать либо какой-то отдельный видеорепортаж или вот что-то отдельное, потому что, ну, я боюсь, раскрыть ее за, там, 20-30 минут не получится. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова